С 11 по 13 февраля проходил отборочный тур 18-х молодежных дельфийских игр на территории Самарской области. Сергиевский район в номинации «Дизайн одежды» представила жительница села Красносельская, участница театра моды «Шик» Полина Митрофанова. Данный театр был образован на базе Красносельской школы в 2001 году, а два года назад здесь родился новый коллектив – младшая группа «Звездочка». Полина Митрофанова в рядах не так давно, но уже успела создать две коллекции, и одну из них успешно представила на «Дельфийских играх». Начинала шить и интересовалась модой с детства. Потом перешла на наколку и начала шить коллекции. Мне это очень понравилось. В «Дельфийских играх» мы стараемся ежегодно принимать участие. Это, можно сказать, традиционный наш конкурс. Конкурс направлен на выявление профессиональных навыков, обучающихся, и проходит он обычно в два этапа. Первый этап конкурса – домашний. На нем участники занимались разработкой дизайна, подготовкой защиты. Перед жюри Полина защищала коллекцию «Светляни». Ее юная рукодельница самостоятельно подготовила в прошлом году и уже одержала с ней победу на международном конкурсе «Лабиринты моды». Следующим шагом стали «Дельфийские игры». Во втором туре ему предоставляется возможность в течение полутора часов выполнить по заданию организаторов модель методом наколки, то есть на манекене. Ну и потом достойно также защитить ее перед членами жюри. В конкурсе было участвовать не совсем сложно и не страшно, но волнительно. Полине Митрофановой удалось обойти своих соперников и одержать заслуженную победу. Стоит отметить, что «Дельфийские игры» получат свое продолжение в Ростове-на-Дону. Сюда съедутся все достойно проявившие себя молодые таланты. По словам педагога, поездка Полины пока еще под вопросом. Причина тому – юный возраст подопечный. Ей всего 12 лет. Однако обе надеются на положительное решение вопроса. Но Людмила Дьякова уверена – Полину в любом случае ждет большое будущее. Валентина Поликарпова, Антон Иванов. Информационная служба телеканала «Радуга-3».